Привет! Продолжаю тему истории оружия и в этом видео речь пойдет про винтовки и карабины системы каркана. Идея не моя, предложил ее подписчик Макс Вод, но я решил не мешать все в кучу, поэтому начну с болтовок Италии. Тем более если вы играете в инлистед, то в компании битва за тунис, скорее всего с ними в первую очередь придется бегать и немало. Давайте договоримся сразу, это видео в первую очередь про винтовки, а не про инлистед. Ранее я создавал опрос на канале и он показал, что большинство за то, чтобы я начал делать видео про историю оружия. А это не значит, что обязательно должен быть инлистед. Тем не менее, видео про инлистов на моем канале будут и дальше публиковаться, и даже в рассказе про оружие я буду часто ссылаться на эту игру. Но не просите геймплей тогда, когда его нет, и не удивляйтесь тому, что в некоторых случаях по какой-то причине будет показана другая игра. К примеру Battlefield, где кстати есть винтовки каркана. В любом случае геймплей это не более чем фон, который нужен, чтобы заполнить видеоряд. Ну а я постараюсь придать всему этому соответствующий стиль, тем более мне тут подсказали, как это можно сделать. Учитывая, что в инлистед любят добавлять в прокачку 100500 вариантов винтовок, в каждый отряд свою, я решил отобрать из всех вариантов каркана самый интересный, который так и напрашивается в игру. Но начну с самого начала. Винтовка модель 1891, более известная как каркана или паровичини каркана, основная итальянская винтовка времен Первой и Второй мировых войн, ровесница нашей Мосинской трехлинейки. Ее создал инженер Сальваторе Каркана, профессиональная деятельность которого началась в 1852 году на Туринской Королевской оружейной фабрике, где изначально занимался проектированием машин и станков для металлообработки. И только после того, как стал главным инженером, он под руководством генерала Паравичини создал винтовку, которую назвали его именем. А вместе с ней разработал и новые патроны калибра 6,5 мм, с гильзой беззакраенной и длинной относительно тупоконечной оболочечной пулей. Иногда ошибочно с разработкой этой винтовки связывают известного оружейника Фердинанда фон Манлихера. На самом деле в винтоках Каркана использовался лишь модифицированный магазин его системы с пачечным заряжанием. Пачка Каркана не имеет верха и низа и может обставляться в магазин любой стороной. После того, как уйдет последний патрон, она выпадает из него вниз через специальное окно. В винтовке системы Каркана имеет продольно скользящий поворотный затвор. Запирание ствола осуществляется двумя боевыми упорами в передней части затвора. Основание рукоятки затвора служит третьим предохранительным упором. Прицелы регулируемые, открытые. Но в более поздних версиях образца 1938 года цель был фиксированный и настроен в зависимости от модификации на 200-300 метров. Еще одной особенностью винтовок Каркана образца 1891 года была прогрессивная нарезка ствола. Когда крутизна нарезов постепенно увеличивалась в направлении дульного среза. С 1938 года все винтовки имели постоянный шаг нарезов. Это связано с трудностями изготовления при технологиях производства того времени. Когда большинство армий мира перешли на староконечные пули, итальянцы продолжали выпускать топоконечные. Нет, они не настолько упорты на своей идее фикс. Это связано с тем, что итальянские 6,5 мм пули имели большую поперечную нагрузку и как следствие хорошую настильность траектории. А также давали малую отдачу. Однако были попытки создать модель под патрон калибра 7,35 мм. Но об этом чуть позже в этом видео. Выпускались Каркана в пехотном варианте и в вариантах карабинов. Основной пехотной винтовкой была Фучили Дефантерия модель 1891. Собственно так и переводится пехотная винтовка. Позднее в 1893 году был разработан Мускетто де Кавалерия модель 1891. Карабин для кавалеристов и конных жандармов. Очень интересная модификация со складным байонетом. У меня есть предположение, что если она и будет в инлисте, то из-за штыка многим понравится. Может инженерам добавят? Для саперов, связистов и артиллеристов была разработана специальная модель карабина, отличающаяся от кавалерийского чуть большим весом и штыком тесачного типа. С 1928 года стал выпускаться модифицированный карабин, для которого был разработан гранатомет Трамбачина модель 28 калибра 38,5 мм. В 1938 году был создан новый патрон калибра 7,35 мм со староконечной оболочечной пулей, и под этот боеприпас был создан короткий вариант винтовки системы каркана модель 1938. Но начало Второй мировой войны стало причиной вернуться к прежнему патрону как к основному. Упоминаемая в новостях разработчиков игры Enlisted каркана модель 1941 М41, как я понимаю это все та же винтовка образца 1891 года с длиной ствола 690 мм. Но тут я могу ошибаться, потому что какой-либо информации о ней мало. Единственное что я нашел это информация с сайта реконструкторов оружия для коллекционеров. Вообще модификации винтовок каркана больше, но в большинстве случаев они отличались длиной ствола. Для обзора я отобрал те, которые по моему мнению могут быть добавлены в Enlisted из-за своих модификаций и своего предназначения. Например с гранатометом для бойцов второго тира, как это есть в других компаниях. Но это чисто мои предположения, не более того, как будет в игре покажет время. Стоит отметить, что в реальности из всех болтов, которые использовались во второй мировой войне, карканы имели наибольшую огневую производительность и уступали лишь самозарядным. А также если по отдельным характеристикам ее могли превосходить винтовки Спрингфилда, Ли Энфилда, то у нее был хороший баланс характеристик. Она отлично зарекомендовала себя как технологичная, точная, простая, надежная и эффективная. Однако большую популярность ей принесло событие, когда Ли Харви Освальд тремя выстрелами из поддержанного карабина этой системы с телескопическим прицелом убил Джона Кеннеди. С тех пор интерес к этой винтовке у любителей оружия большой. Насколько большим будет интерес к ней у любителей игры Enlisted, я могу только предположить, а именно как проходное оружие, не более того. До прокачки самозарядных винтовок, типа уже упомянутой в новостях Armagero модель 39 или Бреда М35. Но про них будет уже отдельное видео. А на этом все. Не забудьте подписаться на мой канал, если не подписаны, и нажать на колокольчик. Спасибо за просмотр и до новых встреч!